Каждое лето студенты-филологи Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева отправляются в русскую глубинку, Аллатрский район, чтобы побольше узнать о местном фольклоре. О том, чем интересна фольклорная экспедиция, где и как можно собирать частушки, песни, обряды, смотрите в следующем материале. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы к вам опять в гости. Пожалуйста, пожалуйста. Каждое утро они отправляются в гости и поступают мудро. Вооружившись блокнотами, ручками и диктофонами, студентки выходят на охоту. Охотятся за сказками, песнями, частушками. Стараются уловить каждое незнакомое слово. С неописуемой радостью записывают выражения, которые прежде видели только в древнерусских памятниках. Свадьбу здесь, в селе, празднуют три дня. И в один из дней есть такое выражение «баран яркую вел». То есть невесту прячут, и вот баран, то есть жених, должен ее найти. Но яркая – это невеста. Об обычаях и обрядах села Клавдия Андреевна Маланин рассказывает с большой охотой. Несмотря на почтенный возраст – 86 лет – помнит многое. Вспоминает, что по преданию село Чуварлеи было основано выходцами из Тамбовских и Курских земель. Населенный пункт введет свою историю с начала 17 века. Именно от Клавдии Андреевны девушки узнали о том, как отмечались святки в Чуварлеях в прошлом веке. Наряжаемся как-то чем-нибудь, или цыганкой, или кто-нибудь. И пойдем по кельям ходить, в другую келью. Там начинам плясать, петь. По крупицам собирается ценный материал. Труд собирательниц нелегкий. Порой на то, чтобы разговорить и расположить к себе собеседника, приходится тратить не один час. Зато если разговоришь, можно услышать много интересного. Местные жители и про обряды прошлого века расскажут, и старинную утварь покажут, интересный рецепт и даже песню подарят. Подружка моя, я уж продавала. Однобойка и дифтонка трешницу давала. Удалось очень интересную песню найти. Она посвящена селу Чуварлея. Там прямо рассказывается о каждом районе. Я вот, например, не знала, что Чебоксарская улица называется здесь лопата. Особый интерес вызывают слова и устойчивые выражения. К примеру, в Чуварлеях крышка – это глиняный сосуд, буралом – ураган, а шоболы – старые тряпки, из которых вяжут напольные коврики. Кроме этого, филологам интересен говор, на котором разговаривают жители села. Каждая бабушка и каждый дедушка – это носитель языка, это творец языка, это целый мир. И еще раз говорю, наша задача – эти миры и запомнить, и зафиксировать, и донести до будущих поколений. В поисках информации новых собеседников любители фольклора проходят по несколько километров в день. Условия, в которых приходится жить и работать, больше напоминают походные. В основном мы, когда выезжаем в экспедицию, мы живем в школе. В бытовом плане директора школ нам, конечно, очень помогают. За это им большое спасибо. Вторая половина дня уходит на обработку материала. В школьной столовой временно переоборудованный в кабинет то, что было услышано, записано, систематизируется. Каждое слово и выражение записывается на отдельную карточку, а затем заносится в компьютер. Таким образом, к концу практики каждый студент увозит с собой настоящую историю людей, рассказанную ими самими, их собственными словами. Благодаря подобным экспедициям удается сохранить, зафиксировать уникальную народную культуру. Ежегодно фольклорная картотека пополняется редким, ценным материалом. За 15 лет было собрано немало. Все это в дальнейшем должно войти в словарь русских говоров Алатарского района и стать настоящим подарком всем любителям и ценителям языка и культуры. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.